Символ России на Дальнем Востоке. Такое будущее музейному центру во Владивостоке предрекла Ольга Голодец. Вице-премьер правительства России посетила строительную площадку будущего музейного комплекса на улице Оксаковской вместе с министром культуры Владимиром Мединским. Сейчас на площадке демонтируют старые здания. Также вице-премьер осмотрела площадку строительства театрально-образовательного комплекса на острове Русский. Там построят хореографическую академию, среднюю специальную музыкальную школу, общеобразовательную школу, интернаты и общежития для учащихся и сотрудников. Планируют и строительство детского сада на 240 мест. Это новая точка роста российской культуры и присутствия российской культуры с появлением училищ. Владивосток превращается в столицу российской культуры, потому что очень важно, чтобы те дети, талантливые дети, которые живут на Дальнем Востоке, имели возможность получать хореографическое музыкальное образование на самом высоком уровне. Ольга Голодец подчеркнула, параллельно со строительством музейного центра и театрально-образовательного комплекса уже идет работа по подбору педагогов, а весной пройдет очередной конкурс по приему детей и будущих воспитанников учебных заведений. Мы проводим планированное совещание, у нас есть дорожная карта, графики, поэтому пока все идет согласно тех намеченных планах, которые было доложено президенту нашей страны на совещании в Калининграде. Напомним, в сентябре 2018 года проект музейного и театрального комплексов во Владивостоке представили Владимиру Путину. Проектирование и строительство объектов производится за счет средств инвестора, фонда проектов социального и культурного назначения, национальное культурное наследие. Готовые комплексы перейдут в федеральную собственность, после чего на правах оперативного управления их закрепят за Мариинским театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем, а также Центральной музыкальной школой Примосковской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Сдачу музейного центра планируют на 1 января 2024 года. Анна Бережная, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.